По словам специалистов, в Таджикистане произрастает около 5000 лекарственных растений, которые можно использовать в фармацевтической промышленности. Одним из таких растений является шиповник или дикая роза. Это лекарственное растение пользуется большой популярностью среди населения. Поэтому высшее руководство страны дало указание сотрудникам Агентства лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан по расширению площадей по выращиванию шиповника. Следуя этим указаниям, площади произрастания шиповника в лесхозах страны с 2021 года до сегодняшних дней увеличен до 300 гектаров. Шиповник издавна использовался в народной медицине. Многочисленные исследования показали, что плоды шиповника обладают высокой биологической активностью и целебными свойствами. По количественному содержанию и разнообразию витаминов и полезных нутриентов они значительно превосходят другие растения. Шиповник пользовался целебной славой еще в старину. В средние века на его основе изготавливали лекарства и масла, которые ценились на уровне драгоценностей и мехов. Чаи, настои и отвары шиповника использовали для лечения желудочно-кишечных заболеваний при подагре, панкреатите, ревматизме, поражениях костей и суставов. В наше время шиповник не утратил своей актуальности, ведь шиповник – природная кладезь антиоксидантов, которые, как сегодня установлено, многочисленными исследованиями оказывают мощное противовоспалительное действие, снижают риск возникновения многих заболеваний. Благодаря витаминам А, С и Е, флавоноидам, фитостеролам, незаменимым жирным кислотам и прочим полезным микронутриентам, содержащимся в составе растения, шиповник препятствует развитию таких возрастных болезней, как сердечно-сосудистые, артериальная гипертензия, диабет, артроз, артрит и рак. Шиповник является ценной лесоплодовой культурой. Он является пищевым, лечебным и техническим растением. Используется с древних времён плоды шиповника, семена шиповника, но также ценятся и его лепестки, листья, корни, побеги. Поэтому он всегда играл важнейшую роль, как ценнейшее растение и поддерживался всегда населением, пользовался большой любовью. В лесном хозяйстве он играет важнейшую почвозащитную, водоохранную роль. Его можно высаживать и высаживают для предотвращения опасных эрозионных процессов, для того, чтобы закрепить почву, для того, чтобы получать ценную витаминную продукцию. С древних времён плоды шиповника используются для изготовления напитков, сиропов, лекарственных препаратов. И спрос на эту продукцию не ограничен. Шиповник пользуется большим спросом не только внутри страны. Его можно вывозить за пределы республики в любых количествах, и этот спрос не лимитируется. Его также очень высоко ценят пчеловоды, поскольку его пыльца вырабатывается у шиповника в больших количествах. И это пыльцепродуктивное растение. И поэтому в лечебных целях используются почти все органы шиповника. Из семян получают очень ценное масло шиповника, которое ценится так же, как облепиховое, и широко используется в медицине. В Институте лесного хозяйства более 20 лет проводятся работы с шиповником. Районированы, выделенные в природе ценные сорта под названием гулбута и шахло. На них выданы патенты и авторские свидетельства. Они ежегодно размножаются институтом, передаются в лесхозы, в различные дзеканские, фермерские и арендные хозяйства. Таким образом, размножение шиповника проводится ежегодно, начиная от заготовки семян. И эта работа продолжается и будет улучшаться в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин